Во-первых, вверху вы видите период исследования. Это всего лишь один месяц. Мы будем говорить о колебаниях рынка недвижимости. Внизу каждого города вы видите легенду карты. И я отразил, так сказать, основные параметры, которые характеризуют состояние рынка на дату 30 ноября 2022 года. Видим, что количество предложений на рынке жилой недвижимости. Сюда входит первичный и вторичный рынок. В городе Винница в ноябре месяце достиг 5654 объекта жилой недвижимости. Было выставлено для продажи. Друзья, пожалуйста, не путайте предложения именно с транзакциями, с продажами. Мы мониторим практически все крупные интернет-порталы, сайты, электронные доски и так далее. И сейчас я вам говорю о предложениях. И вот мы видим по предложениям рынок недвижимости жилой города Винницы. В ноябре месяце был более активен, чем в октябре. Видим здесь плюс 2,9%. С чем это связано? Это колебание я пока не готов сказать. Дальше переходим к стоимостным показателям. Это стоимость квадратного метра, вторичный рынок. Видите, социальное жилье. В абсолютных цифрах на конец ноября мы видим 611 долларов за квадратный метр социальное жилье стоило, что показало отрицательную динамику минус 0,81%. Друзья, если кто меня смотрит уже давно, уже два месяца город Винница, который географически находится прямо в центре центрального региона. Извините за такое, так сказать, словоблудие, можно назвать это. Так вот, до последнего времени мы наблюдали вместе с вами, как стоимость квадратного метра в Виннице росла. Это было связано с тем, что люди, которые перемещались внутри Украины, искали более спокойные города. И я так думаю, что население Винницы значительно выросло за вот это время войны. Именно поэтому, я это предполагаю, естественно, мы видели рост стоимости квадратного метра незначительно, но все-таки это была положительная динамика. А вот уже несколько месяцев мы видим, что динамика стала отрицательной, то есть стоимость квадратного метра стала снижаться и снижаться достаточно сильно. Ну, видим 0,81%. Следующий эконом-комфорт бизнес-класс – это также вторичный рынок, друзья. 735 долларов за квадратный метр по трем классам и снижение минус 0,68%. Ну и переходя к первичному рынку квартиры эконом-класс, мы видим динамику тоже отрицательную. 451 доллар за квадратный метр – это у нас эконом-класс. Жилье не сданное в эксплуатацию, я перевел гривны в доллары, для того, чтобы вы на этой карте в одной валюте могли отслеживать эти вот все процессы, которые мы отслеживаем. И первичный рынок комфорт бизнес-класс, в выборку попали два класса, показал нам тоже, друзья, что отрицательную динамику за месяц. Квартиры подешевели этих двух классов на минус 0,25%. В абсолютных цифрах это 805 долларов за квадратный метр. Естественно, первичный рынок продается за гривну, я перевел это все в доллары. Итак, друзья.